добрый день в этом видео я расскажу вам о настройках шаблона который называется zenon версия light light потому что есть еще у автора это шаблон версии про платной версии в которой немного ну скажем так больше функционала о нем мы поговорим немножко позже итак ну я ссылку на превью этого шаблона у себя статье поставлен на сайт автора так как шаблон имеет много индивидуальных настроек как и любой премиум шаблон поэтому на моем поддомене где крутится больше 400 шаблонов все эти настройки реализовать я не могу поэтому прежде чем скачать советую посмотреть его на этом поддомене посмотреть его возможности что он делает какие у него функции встроенные есть какие короткие коды можно использовать ну и так далее как видите я сейчас смотрю как раз на поддомене автора смотрю этот шаблон показываю вам что здесь есть вы видите здесь социальные закладки с такими стиками выводятся четыре секции слайдер четыре секции от типа как анонсы сервисов дальше идет лента новостей здесь автор вывел три анонса можно выводить больше здесь есть сайт бар подвале и есть сайт бар с правой стороны при просмотре отдельной записи есть три авторских виджета которые он назвал популярные записи популярность определяется по количеству комментариев далее виджет авторский который он назвал избранные записи здесь можно выбирать из определенной рубрики выводить анонсы и случайные записи эти записи выводятся рандомно то есть случайно вот примерно такой шаблон есть у него своей странице страница без сайт бара страницы шаблоны есть страница с сайт баром слева возможно кому-то нравится такой расклад и есть еще страница контактные данные форма контакта такая страница в этом видео я расскажу вам о настройках этого шаблона я его перевел на русский но страницу настроек не трогал она довольно большая настроек много давайте по порядку рассмотрим все после активации шаблона вы увидите в разделе внешний вид страницу которая называется за монтемала общем открываем страницу здесь видим большой большой панель настроек с вкладками и в каждой вкладке есть еще своих по вот давайте по очереди рассмотрим все значит что вверху мы видим мы вверху видим такое меню при открытии каждого открывается еще одна страница где есть какая-то информация или настройки или информация давайте начнем с первой basic основа что здесь здесь вы можете выбрать шрифты сразу хочу сказать что это шрифты поддерживают только латиницу поэтому их красота видно но она скажем так только для латинского языка на русский не отображается стандартно по умолчанию вот такой шрифт то есть видите разницу между английским текстом русском он окончается здесь есть три варианта выберите любой из них что такое стики меню активация стики меню позволит вот этой вот этому навигационному бару быть зафиксированным каким образом то есть вот сейчас эта функция отключена видите при прокрутке страницы сайт бар навигационный бар поднимается вверх если мы выберем функцию enable то есть включить и сохраним то посмотрите что изменится видите да навигационный бар остается все время вверху это довольно удобно то есть когда посетили прокручивать он всегда видит навигацию всегда может перейти у меня кстати такая функция на одном из моих сайтов уже реализован следующая функция enable skill design ну честно говоря до конца не разобрался что это означает вот и не увидел большой разницы между ее активацией то есть что-то связано с дизайном а что я пока не нашел возможно найдете ранды скругленные углы если мы активируем эту функцию вы обратите внимание сейчас устроена странице вот в том же меню и внизу тоже в этой ленте будет скругление вот видите да то есть каждая секция имеет закругленный угол вот это означает ранды и последняя функция не был а я спричина при джиме шин это включение а яс в погенации а яс переключения между страницами она у меня сейчас активно вот смотрите что это дает при переходе на другую страницу у нас страница не перегружается а просто меняются записи с помощью а яс это получается как бы немножко быстрее и последняя секция здесь food content вы можете написать какой-либо текст который будет выведен здесь внизу вот после надписи автор тем давайте попробуем напишем например копирайт наоборот то есть вот он появляется а вот у нас автор темы сдвигается правее так следующая вкладка front page главная страница включить записи под блоками на главной странице то есть эта функция позволяет вам как включить так и отключить вот эту ленту новостей то есть вы можете ее включить а потом здесь в параметрах чтения отрегулировать количество записей на главной странице сейчас у меня стоит 9 вот и вы видите здесь 9 записей выводится автора на сайте здесь выводится три записи видите у него кабинация отключена скорее всего всего тут этой записи у него есть больше но он как-то иначе здесь один макет версии про там больше макетов представления главной странице следующая маленькая вторая дополнительная вкладка это у нас вкладка layouts макет 2 клуб клавиша это вот точнее q2 вкладка это план вкладка где можно настроить три секции точнее четыре секции на главной странице о каких секциях идет речь вот об этих который под слайдером здесь вы можете активировать ее или деактивировать включить или выключить вот если вам не нужно это сердце эти нужны не нужны эти секции вы можете их просто отключить вот нажатием здесь флажка если вы активируете тогда вам нужно сделать свой заголовок и свою короткое описание анонс здесь можно использовать html 5 то есть если вы хотите какую-то ссылку добавить то если вы знаете как она добавляется я думаю у вас получится примерно это выглядит вот таким образом здесь какая-то ссылка вот и соответственно этому слову вы добавляете ссылку куда также вы заполняете вторую секцию третью и четвертую потом сохраняем рассказал на часть вроде бы все написал правильно она на версии про это работают а нет работает просто она не отражается то есть вот слова измени можно его изменить здесь вероятно как вариант сейчас я попробую так поехали дальше с богами понятно и вкладочка социал здесь вы прописываете ссылки на свои социальные сети вот список который есть и ленту с ваших новостей вот как только вы вставляете сюда ссылки на свои социалки у вас появляются вот эти ярлыки стикеры с левой стороны вашего монитора когда их нету соответственно этих ссылок но соответственно нет этих стиков вот этим вот образом вот это то что касается вкладки настроек фронтаж теперь вкладка слайдер ну здесь все просто версии light есть возможность выбрать слайдер а есть возможность его отключить то есть но слайдер это слайдера у вас не будет дальше здесь идет время показа каждой каждого изображения в миллисекундах это три секунды здесь вы можете соответственно выбрать допустим 5 число слайдер число слайдер от 1 до 10 выводить текст в слайдере стоит важно вот вы видите здесь у нас есть текст и надпись заголовок и надпись как добавляются слайды я вам чуть позже расскажу после того как расскажу все настройки здесь следующая вкладка не скринялся это у нас дополнительные функции носить что здесь можно включить пост шеринг просто авторные ночь по шеринг это включить кнопки понравилось ниже записи то есть давайте посмотрим вот у нас есть запись вот и вы видите здесь кнопки которые нажатием на каждую посетитель может эту запись разместить у себя в социальной сети и поделиться ею со своими читателями свои ленты вот то есть нажатие вы выключаете эту секцию следующая секция просто авторные то есть информация об авторе иногда полезно эту запись отключать если вы один ведете эту свой блог ну соответственно выводить каждой записи авторство не обязательно поэтому вы можете скрыть автора имя в каждой записи следующая настройка категории м текс скрыть информацию рубрики и информацию о метках соответственно вот здесь не будет рубрики нибудь не так но у меня просто метод к этой записи нет поэтому можете давайте сейчас мы быстро создадим какую-нибудь метку что такое но вот я написал метку теперь она появится вот у нас метка есть да то есть вы можете соответственно это все выручить вот с помощью вот этого флажка и следующий флажок lightbox если у нас в записи используется изображение давайте найдем час то при нажатии у вас работает lightbox то есть не надо ставить плагин который делает то же самое ну например есть плагин lightbox 2 вот как раз его задача именно вот таким образом открывать изображение вот вы можете эту функцию отключить следующая вкладка documentation что здесь но здесь автор подсказки дает я вам расскажу буквально несколько если вы дружите с английским вот здесь вот первая под вкладочка под вкладка рассказывает о настройках слайдера вторая слад вкладка рассказывает о том что есть три виджета автора я вам тоже о них расскажу здесь буквально он коротко дает информацию о каждом следующая вкладка это короткие коды которые есть в этом шаблоне я вам здесь есть примеры как они создаются я вам покажу тоже это все и последняя вкладка тоже дополнительные настройки значит что здесь автор говорит о том что можно использовать секцию миниатюры для добавления добавить миниатюру и у вас будет соответственно выводиться эти миниатюры на главной странице то есть вот сердце их там где нету видите выводится картинка по умолчанию дефолтно дальше здесь рассказывается о том что есть два меню главное и второе значит обратите внимание главное у сверху и второе у нас в подвале вот надеюсь вы знаете как создаются меню я вам коротко покажу и последние подсказки здесь извините это то что у шаблона есть три страницы шаблона который кем уже рассказывал ну и остановимся отдельно и так последняя вкладка здесь идет ибо затем здесь он рассказывает о версии вы можете перейти посмотреть на сайте автора описание шаблона зим онлайн который вам бесплатно раздают и второй версии зимон про коммерческая стоимость кстати ее 40 долларов вот и здесь его социальные закладки автора этого шаблона и последняя вкладка upgrade здесь вы можете ради любопытства сравнить сравнительно разницу между версиями за мной и за монтро в данном случае использование скинов главной странице здесь 0 стоит здесь не ограничено то есть он дает варианты изменения цветов вот вы можете это увидеть сейчас я скажу где нитку вот здесь когда вы кликните на кнопку зинон демо здесь вот есть color switcher у автора и вот здесь вы можете видите выбирать настройки то есть вот эти все настройки есть со стороны администратор вот это версии право ну и так далее то здесь вы посмотрите разница вот шрифтов 315 макета в 14 слайдеров здесь у нас есть только один вариант слайдера здесь у него три шаркода используется 5 бесплатной версии 20 платный виджетов 3 авторских здесь 8 авторских зоны расположения такие же два меню три уровня подменю шаблонов страниц 33 обновления лога нету миниатюр нету здесь есть ну и так далее и так далее все здесь вот разница захотите купить нажимаете кнопку апгрейд и вот к победу на страницу где он с вас деньги вот это все что я хотел рассказать у настройках теперь давайте я вам расскажу о слайдере виджетах шорткодах и это вам покажу еще кое-что допустим тоже не значит что касается слайдов обратите внимание сейчас крутятся так это авторский но сейчас у меня на поддомене стоп не здесь вот на поддомене крутятся авторских два слайда они у него по умолчанию стоят вот как добавить новые ну давайте сначала остановимся на размерах обратите внимание здесь автор подсказывает какой у слайда должен быть размер 1000 пикселей на 360 вот такой размер вы используете где добавляются слайды вкладка у вас есть называется слайдер здесь заходите нажимаете кнопку добавить новый вот здесь у вас видите секса слайд имидж допустим пишем название слайда дим здесь пишем описание это потом у нас будет видно на изображение здесь мы на компьютере выбираем подготовленное изображение 1000 пикселей на 360 давайте я посмотрю что у меня есть такого ну вот у меня есть немножко больше ну неважно далее нажимаем использовать как миниатюру закрываем здесь у нас цитата есть а здесь мы можем ссылку поставить ссылку понятное дело можно поставить внешнюю можно поставить внутреннюю и слайд будет вести на соответственную запись к примеру вы хотите привязать любую вашу запись к первому слайду который вы создали запись уже создана есть ее заголовок я сейчас копирую ссылку этого заголовка да и вставляю ее вот в этот поле линк нажимаю опубликовать возвращаясь на главную перегружаю вот вы видите появилась картинка заголовок и описание и соответственно картинка имеет ссылку на запись вот сейчас я добавил у меня только ведь авторские закрылись есть только один слайд и вот он крутится соответственно если вы хотите добавить еще один нажимаете одни пишите заголовок вот выбираете миниатюру опять же размер должен быть тот который автор говорит 1000 на 360 я беру немножко больше поэтому он видите не целиком выводится на экране здесь я пишу короткое описание вот а здесь могу вставить внешнюю ссылку просто ради любопытства скажем вот пишу google публикую открываю перегружаю вот появился у нас второй но видите он стал первым то есть это надо обратить внимание что первый добавленный выходит назад то есть у нас публикуется первым тот который самый свежий вот это важный момент иногда путается не знают какой ставить на первое место какое на второе совет вам по времени публикации вы можете это изменить допустим поставить тот второй который мы опубликовали поставить его по времени немножко раньше этот 1110 да вот этот у нас опубликован в 1101 но давайте проверим поменялись они местами или вот видите у меня теперь ромашки на первом месте стоят а на втором сильный ну и соответственно вот наш заголовок короткое описание если я сейчас перейду я этот слайд вот видите да внешняя ссылка точно также работа так я думаю со слайдами вам понятно следующая опция которая автор здесь рассказывает и я хочу вам рассказать это виджеты значит есть три авторских виджет они не сложные давайте мы сейчас их посмотрим раздел внешний вид страница виджеты вот здесь вы видите у меня вот три виджета один называется фьючер пост виджет второй называется популяр пост виджет и третий называется рэндом пост виджет выглядят они очень просто фьючер пишите заголовок выбираете рубрику из списка выбираете количество записи соответственно как он выглядит давайте посмотрим вот он выглядит таким образом миниатюра заголовок и короткий анонс отличный виджет с миниатюрами не надо ставить кучу плодминов для этого второй попила популярные записи популярность определяется количеством комментариев поэтому здесь вы никак не можете влиять чем больше комментариев тем соответственно эти записи будут у вас на первых трех местах стоит количество вы регулируете самостоятельно в подвале я поставил рандом рандом случайные но случайные тут скажем так система выбирает 33 наугад все три выглядят одинаково то есть разницы между ними не только если вы избранных вы выводите записи из определенной рубрики популярные это записи у которых больше всего комментариев а случайные это просто случайно то есть вот у них миниатюры миниатюры в бюджете чуть меньше подвале точнее боковой колонке они немножко больше все остальные виджеты стандартные так шорткоды ну здесь автор рассказывает какие есть цитата вывод ютуба видео вывод в email видео это такой же как youtube только менее популярен у нас дальше кнопка лайк фейсбука и произвольная кнопка давайте посмотрим здесь подсказки есть это как вот кнопку выводить это как цитату выводить обратите внимание короткий код как пишется кнопка фейсбук лайк и тут время а точнее youtube видео и время увидел давайте откроем записи любые я вам покажу как эти кнопки работают значит что касается каждой кнопки вот вы видите их вторым рядом да ну или третьим рядом если у вас открыт полностью редактор вот у вас стоит пять кнопок это у нас это цитата немножко будет отличаться стандартный то есть вы вставляете нажимаете кнопку выставляется два кода квадратных скобок между ними пишите свой текст вот следующие следующий шорткод это кнопка лайк она просто ставится больше ничего youtube видео видите да здесь параметры которые вы можете менять ширина 600 высота 365 видео уру сюда вы должны вставить ссылку на ваше видео давайте я вам сейчас покажу чтобы вы долго не думали какая именно ссылка вставляется открываете youtube или если есть у вас свой канал заходите в свой канал вот я сейчас открываю свой канал вот здесь у меня есть мои видеоролики кстати этот ролик тоже там вы найдете вот у меня платный шаблон здесь настройки его где берется ссылка вот у нас есть параметры настроек ссылки это короткая ссылка или вариант длинная берите вариант длинный копируйте возвращаетесь и вот сюда между двойными кавычками вставляете эту ссылку то же самое с вимео там в принципе все то же самое вот имела видео видите да и здесь ссылку ну я вам вимео показывать не буду не думаю что его им пользуетесь но если пользуетесь вы там принципе то же самое там на каждом видеоролике время есть специальная ссылка нажимание на которое вы откроете и увидите ссылку на тот видеоролик который вы смотрим и следующая кнопка у нас последняя эта кнопка так где я ну вот кнопка точнее короткий код кнопки вы видите как здесь пишется ссылка на кнопку очень просто пишите url равно и в кавычках ссылка на тот же google а вот здесь вот между квадратными скобками вы можете написать текст такой обычный текст пишется на кнопку так обновляем эту запись теперь давайте мы сейчас перейдем на нее то есть видите да цитата выглядит так то есть кавычка с одной стороны потом идет текст второй кавычки ну вот ну соответственно вы можете пользоваться этой цитатой или цитатой которая встроена вот родная если вам нравится тут или другой вариант 3 здесь у вас есть видео недоступны сейчас разберемся кнопка нравится это лайк наш до фейсбука так что у нас видео почему она не хочет показывать видео айди так она что у нас тут автор пишет сейчас мы посмотрим так короткие коды видео айди здесь он пример не дает но по воде не то что я сделал так должно так видео айди смотрим давайте другую вам попробую но бывает вариант что на локалке не работает я уже с таким сталкивался что почему-то шаблоны не поддерживают версию локально но вряд ли здесь и что mail код вот почему эта ссылка не хочет я не пойму попробуйте вот я вам принципе показал длинная ссылка отсюда то есть она же вот вверху стоит это одно и то же единственное что здесь идет без вот это вот фьючер ну давайте отсюда возьмем сейчас проверим на не хочет но будете пробовать у себя на сайте если вдруг не будет работать даже не знаю что подсказать но по логике должна работать видео айди может быть айди только как вариант без ссылки сейчас не иди у нас вот это так пробуем последний вариант если не получится я не виноват да 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 все правильно вот такая ссылочка у нас то есть вы берете еще раз показываю что вы берете в качестве айди то есть верху любое видео на ю тубе имеет вот полную ссылку до youtube watch вопрос в равно и вот все что после знака равно вы берете копируете и вставляете вот здесь в качестве видео айди вашего видео вот ну вот у меня вимео здесь она сейчас видите открылась как отсутствующая соответственно там точно так же вы берете все что после знака равенства так и что касается кнопки вот кнопка у нас на и ссылка на google в левом углу вот таким вот образом так это я вам рассказал о настройке шоп-кодов здесь у нас еще была навигация давайте несколько слова навигации раздел внешний вид меню если вы это будете делать первый раз то соответственно у вас здесь ничего не будет здесь вы пишете название меню потом нажимаете кнопку создать меню потом у вас появится активная вот эта секция глаз будет написано что ваша тема поддерживает два меню соответственно нажимаете на плюс создаете второе меню нажимаете кнопку называйте его там как угодно меню подвале или меню страниц вот создаете появится здесь два меню выбираете что у вас правильно ли это меню страниц или верхнее меню и footer navigation там у вас могут быть рубрики страниц или как угодно надеюсь вы знаете что главный ссылку на главную можно создать через произвольные ссылки здесь пишите имя ссылку на ваш сайт здесь пишите слово главное и потом добавляете нажатием на кнопку добавить вот соответственно у вас будет она вот здесь стоит вот потом вы можете выбрать какие-то страницы добавить вот здесь вот перетаскиванием вы можете сделать подчиненные страницы для рубрики здесь выбираете рубрики иногда задают вопрос а если я хочу вывести в меню там сразу запись или допустим хочу сделать так вот у меня есть рубрика горячие новости к примеру а подчиненными я хочу сделать запись и вот не задают этот вопрос я отвечаю товарищи дорогие любимые мои читатели вам нужно немножко чаще обращать внимание вот здесь вот есть вверху справа кнопка помощь а есть еще кнопка настройка экрана вот если вы ее откроете вы увидите что здесь есть неактивная секция записи если вы поставите флажок и выберите записи то у вас появятся записи вот здесь внизу и соответственно вы можете в этом списке найти записи ну если вы помните из вашей рубрики горячий нос пример отмечаете добавляете в меню и потом делаете их подчиненным сохраняете открываете главную так а куда я вставил а я подвал добавил извиняюсь подвале там по моему вложенный уровень и работ так еще раз показываю берем рубрику горячие новости добавляем берем каких-то допустим две записи из этой рубрики добавляем делаем их подчиненными сохраняем открываем перегружаем и вот у нас появился список все работает никаких никаких ломаний кода не надо ничего не надо дописывать все есть просто открывайте почаще вот эти вкладки читаете как создается меню идите читаете на на сайт кодекс wordpress здесь правда не всегда на русском русского очень мало кстати это все все эти переводы никто не обязанных делать никто за это деньги не платит это все на общественной основе поэтому если вы знаете английский язык вы можете присоединиться к команде разработчиков к команде должны даже не разработчики эта команда так называемый девелоперс вы можете вот здесь зарегистрироваться на сайте добавить свой язык и сделать перевод конкретно допустим именно этой странице окраинс меню скрым видите сейчас есть переводы на португальском на славянском на скорее всего китай до китай или его один из вариантов вот это у нас не знаю шоу наверно тоже китай мы соответственно английская английская родная остальные языки добавляются скажем так людьми которые имеют на это желание время и цель помочь сообществу распространение системой wordpress так он меню я вам рассказал что я еще не рассказал сейчас попробую быстро вспомнить миниатюры в записи но вот еще раз вернемся чтобы вы не задавали вопрос мне как она добавляется вот в частности у нас есть запись видите да привет мир где выводится дефолтная картинка давайте я вам покажу как добавить родного секция миниатюры записи открываете находите изображение любое она его сама сожмёт и вот у вас добавила секции миниатюра записи перегружаем видим появилось изображение вот надеюсь я рассказал все ничего не упустил если что-то упустил задавайте вопросы в комментариях к этой статье описанию этого шаблона надеюсь моё видео вам поможет всем привет удачи